Мужчина моей мечты В 2012-м имя Агурбаш прогремело на всю страну. И не столько благодаря голосу певицы, а из-за ее скандального развода с колбасным королем. Эстрадная звезда публично заявила об издевательствах и унижениях, которые она терпела все 10 лет брака с Николаем Агурбашом. Встал мне на колени. Потом, когда он мне предложил встать в определенную еще позу, тут, конечно, я встала с колен с головы, этого не будет. Николай Агурбаш, в свою очередь, рассказал, какие астрономические суммы он потратил на раскрутку бездарной жены, а она, неблагодарная, ему изменяла. Любимая женщина, которая предает, уходит к другому, она мне изменила. Со дня официального развода звездной Читы минул почти год. Николай Агурбаш готовится снова стать отцом и на днях крестил мать будущего ребенка в Италии. А Анжелика публично заявляет о своей предстоящей свадьбе. А на свадьбу? На свадьбу, обещаю, я вас обязательно приглашаю. Почему же страсти вокруг этого развода до сих пор не стихают? Новые подробности, новые факты и новые возлюбленные Анжелики и Николая Агурбаш. Сегодня в нашем эфире Анжелика против короля. И у нас в программе сегодня. Ну вот, самая богатая женщина российского шоу-бизнеса. Посмотрите сами. Сейчас я вам покажу те миллионы, миллиарды, те безумные несметные богатства и те сокровища, с которыми меня оставил мой муж. Начнем с этой потрясающей квартиры, в которой я, по сути дела, живу на птичьих правах. Живем мы здесь уже 7 месяцев, причем, знаете, так вот, в реальном режиме на чемоданах. Что уж тут говорить, потому что человек ведет себя очень странным образом. И рассказывая на всех телевизионных каналах и в прессе о несуществующих миллионах, которые, кстати, растут и растут. Потому что полгода назад на меня было потрачено 5-7 миллионов, месяц назад уже 20-30. Все эти миллионы бесконечно растут. И квартира эта из трехкомнатной в его создании стала шестикомнатной. Ну, пойдемте, я вам покажу эту шестикомнатную квартиру, в которую мне любезно разрешили немножечко пожить. Ну, вот вы видите, вот тут гостиная, кухня. Ну, вот такой небольшой коридорчик. Это комната Анастаса. Анастаса. А мы делаем уроки, а? Нет, не делаем уроки. По сути дела, вот, когда собираются все дети, то нам особо-то и жить-то тут негде. Да, вот моя спальня, моя комната. Площади, к сожалению, не позволяют вообще жить здесь в каком-то комфортном, нормальном состоянии. Приходится нормально, как бы. Мы нормально существуем, довольны и счастливы, по большому счету. Но сейчас я, естественно, уже буду переезжать из этой квартиры, сегодня квартиру. Я очень благодарна небесам за то, что я вот родилась такой, за то, что я не материальная девочка. Я могу быть счастливой в самом роскошном замке. Точно так же я могу быть счастливой в обычной нормальной однокомнатной квартире, вот в джинсах и в майке. О роскошных подарках колбасного короля Николая Гурбаш своей супруге Анжелике складывали легенды. Неужели сегодня Анжелика готова отказаться от всех этих подарков? Вот это, посмотри. Валентина. Это тоже слишком, слишком просто. Ну, говорить о том, что я самая богатая женщина российского шоу-бизнеса и купалась просто в немыслимой роскоши. У нее платье, ну, просто, ну, не было дешевле, там, 5-10 тысяч долларов. Она, конечно, когда уезжала, все вывезла. Он заявлял, что она носит мою одежду, я не ношу его одежду, я не ношу твою одежду, я купила себе все со мной, я хожу теперь во всем домом. И она мне звонит и говорит, Коля, привези мне вещи мои. И мне пришлось собрать все вещи и отвезти ей. Это такие сумки такие в клетку были, да, 45 штук. Две машины загрузила и отвезла. Это те вещи, которые она не взяла. Вот это все я купила себе сама. Это все моя новая одежда. Я специально не отправляю в шкаф, потому что вот. Какие-то безумные украшения, о которых говорится в прессе. Ну, такая красивая. Францианская маска. По-моему, она мне очень идет. Я не с бриллиантами, но я хуже от этого не выгляжу. Сегодня Анжелика Гурбаш говорит, что все эти шикарные подарки доставались ей слишком дорогой ценой. Ценой постоянного унижения и страха. И однажды это перешло все допустимые границы. Когда я уходила, он даже выпотрошил, о господи, он даже выпотрошил мою дамскую сумочку. Я уходила в 7 утра с ребенком, я лежала из дома в Королеве. У нас был очень жесткий инцидент. Просто человек уже потерял контроль над собой окончательно. И повыдирал мне кучу волосы на голову. Говорил, черт что, естественно, поставил меня на колени, становись на колени, произвел прощения. Ну и что, я бы сказала на колени. Я прекрасно понимала, что у меня трое детей. Он его сейчас переклинит, он мне просто мог убить, реально. Он меня закопал на своих трехехторах, мне бы в жизни никто не нашел. Потом, когда он мне предложил встать в определенную еще позу, тут, конечно, я встала с колени, сказала, вот этого не будет. И я поняла, что еще градус один его гнева изности. Все, у меня просто он меня уничтожит, меня не будет. Я просто сделала, что мне стало плохо. Я сказала, вызови скорую, принеси воду, мне надо было, что он вышел из дома. Открою. Я говорю, я не открою дверь. Ты можешь взять все, что угодно, я буду сейчас кричать, буду разбивать стекла, буду звать на помощь, но у тебя ничего не выйдет, уже все. И в эту секунду я приняла решение четко, что все, это конец. Когда я понимала, мне главное выехать из этого дома, просто живой, и за руку взять ребенка. Хожу, говорю, пожалуйста, только дай мне отвезти ребенка в школу. Потом мы обо всем поговорим. И у меня в правой руке моя сумочка, в левой руке портфель. Молчи, девочка, саживай зубки. Саживай волю, силу в кулак и иди к машине. Я иду к машине, я не знала, что произойдет. Он мог дать команду охранникам, они бы закрыли ворота, меня не выпустили, он мог сделать все, что угодно. Вот мой каждый шаг, знаете, так длиной в жизнь. Шаг за шагом. То дорожка длинная тогда машина. У нас Анастасия Меденова, господи, дай мне только сесть в машину, только чтобы выехать из этого дома. Мы садимся в машину. Выезжаем со двора, открываются ворота, железные такие, мощные охранники стоят. И машина пересекает уже плавя на ворот. Я уже знаю, что они не закроются. Я так и вернулась на эти три гектара. Но это-то сомнение. Я мысленно помахала рукой. Меня больше никогда не будет в этом году. Я думаю, что меня просто небеса спасли ангелы. Они меня разбудили, знаете, вот как тряханули хорошенько. Благодаря ему. Он меня хорошенько тряханул в эту ночь. Так тряханул. Я стану сильной без тебя, я все смогу начать с нуля. Ты мне счастья не желай, прощай. Я стану сильной без тебя, я научусь любить себя. Тебе отвечу не взначай, прощай. После развода Анжелики и Николая Гурбаш, их знакомые разделились на два лагеря. Одни радовались, другие негодовали. Одни были за Николая, другие за Анжелику. Это такая пара, которая нам и не снилась. Анжелика прожила с ним много-много лет. По расчету нет. За деньги нет. Может быть, ей хотелось счастье. В тихом зрите луны, две судьбы, два видения. Это были не мы, это были не мы, это наши две тени. Анжелику жалко. Я, как человек, который прошел через это сам, через развод, считаю, что не мужской поступок рассказывать, какая плохая женщина. А что ж ты с ней так столько лет жил, как бы, такой был счастливый. Я знаю, как он над ней дрожал, и как он ей восхищался. И как он с ума сходил по ней, и в какой-то момент вдруг все так быстро забыто. Я знаком с ними обоими, но больше моя симпатия на стороне, конечно же, Анжелики. Николая знаю я давно, знаю как человека, который очень, очень долго, нудно и тяжело расстается с деньгами. Жадноват очень сильно. Мне иногда казалось, что это не Анжелика поет на сцене, одевается и составляет свои песни, а больше всего, что это нужно Николаю. Его видение, его жажда медийности, популярности, чтобы его узнавали, чтобы о нем говорили. Николай не такой монстр, который, как ему представляет Анжелика. И Анжелика, кто знает Лику, эту женщину вот с таким железным характером, то не такая слабая и обиженная. Она красивая, обаятельная. Но это человек с таким характером, то, ну, тут надо как-то быть... Потому что она человек такой. Этот период, когда они были вместе, мы тоже были вместе. Я очень хотел, чтобы они, каждый по отдельности, были счастливы, особенно в личной жизни. Это были не мы, это были не мы, это наши две тени. Давайте мы сейчас сделаем короткую рекламу. Далее в нашей программе «Почему Анжелика раньше носила другое имя?» Как в 15 лет она попала в кино, а также ее второй супруг с подробностями их личной жизни. Пожалуйста, дайте нам. Пусть говорят сегодня в центре внимания. Скандальный развод популярной привидки Анжелики Агурбаш и колбасного короля Николая Агурбаша. Анжелика Агурбаш до сих пор недоумевает, почему при разводе Николай оставил ее ни с чем. Ведь когда она начала встречаться с Николаем, он еще был женат на своей супруге Ольге, с которой он прожил 21 год. У них четверо детей. И после развода он Ольгу просто озолотил. Я сказал, Оля, не стой на пути у высоких чувств. Она заплакала и ушла. Когда развелись, я говорю, садись, давай, что тебе надо. Все записали. Потом я ей отдал, она переписала. Себе расписались и все, разошлись. Ни одного скандала никогда не было. И она богатая женщина, счастливая. Она живет сейчас в Америке. А сейчас это все рассказывает о том, что якобы я такой злый день. Ужасный. Разрушилась семью. Какие меня только не называли. Белорусская цыганка. И алчная. И такая и сяка. И падкая на какие-то богатства и деньги. Насколько он состоятельный, я узнала только, когда я за него замуж вышла. Реально. Невозможно разбить то, что крепкое. Крепкую семью. Настоящую. Разбить не одна женщина. Будучи там самой безумной. Красотка разбить невозможно. Он же в обществе такой душка. Он создавал впечатление такого щедрого. Любящего, надежного человека на самом деле. И такой имидж сложился. Потому что это человек, который в обществе. Один человек, знаете, когда женщину носят в гостях на руках, а дома, знаете, на ногах. Это был честный брак. С моей стороны это был честный брак. Я явилась такой спасительницей несчастного мужчины, которого там жена не любит уже тысячу лет, который не обласканный, не ухоженный. Дети там вообще никому не нужны. И вы знаете, все реально было похоже на правду. И так каждый день? И так каждую минуту. И так каждый день. Да. Четыре, пять, шесть, пять, шесть. Они со мной боролись все эти годы. Реально вся его семья боролась. Пытались меня вытолкнуть. Там дети наседали старше. С утра до ночи говорили, она алчная, она алчная. Она у нас все заберет, все наше несметное богатство. Я очень пыталась. Я устраивала огромное количество дней рождения, подарки. На Новый год я уже подарки закупала с октября месяца. Ну и чем это закончилось? Ну, ничем. Как говорит сегодня сам Николай Агурбаш, именно его миллионы сделали Анжелику популярной и известной на всю страну. Сама же Анжелика говорит, что до встречи с Николаем она была известна, но одинока. Она уже пела в ансамбле «Веросы», участвовала в конкурсах красоты и даже снялась 15 лет в кино. Наверное, в школе останусь. Хотя не решила еще. Это на майке Гришенька проблем нет, а у меня их много. Вот химию за два класса, боюсь, не потяну. Хотя репетитором у меня новый директор будет. А это надежно. А дальше что? Мне все говорили, мои друзья и знакомые, ну что же ты такая хорошая, ну что же тебе так не везет? Ну появился бы в этой жизни мужчина, который бы наконец-то снял бы с тебя вот эту груз ответственность за жизнь, за жизнеобеспечение детей и все и так далее и тому подобное. Ну и вот он появился. Мужчина моей мечты, когда появился ты, тебя много раз во сне уже я встречала. Мужчина моей мечты, не вянут твои цветы, и жизнь началась с тобой, как будто сначала. Ты умеешь танцевать лучше всех, мои рады вручевать лучше всех. Я очень честно и добросовестно на протяжении 10 лет исполнял те обещания, которые ей давал в самом начале. Еще мы не были женаты, я сказал, я сделаю из тебя великую международную звезду. Он реально возобнился великого продюсера, он реально вот поймал звезду. А ты кто, ты никто, а я тебя создала, ты будешь делать то, что я хочу. Пару песен есть, которые я говорил, как надо спеть их, с каким чувством, с каким настроением. Просто надо ее сориентировать, чтобы она со своим настроением негативным не вошла в студию и не напела там. Это человек, который 11 лет назад, ухаживая еще за мной, он боялся подойти к сцене с букетом цветов, с такими глазами, чтобы подарить ему букет. Я потом говорю, ты кто? Вот она так поднялась снизу по мне, и она уже на моем уровне, она меня даже уже, понимаешь, она меня оскорбляет, она меня обвиняет, она меня оценивает. Понимаешь, кто она такая вообще, оценивает своего человека, который ей дал разум, дал оценку событий, поставил ее в определенный уровень в обществе, и она подумала, что это она. Я хочу пригласить, о, а вот главный генеральный продюсер. Генеральный продюсер, певец Анжелика Горбаш. Она залезла мне на голову и начинает мне гадить сверху. Не стала она звездой вообще. Она очень хорошо ходит по входе. Она хорошо ведет корпоративы какие-то, вечеринки. Она может быть эффективной с одной песней, ну, когда я ее хорошо одену и представлю ее образ. Надменная, надменная, высокомерная, лживая, ужасно лживая. Причем она врет даже тогда, когда можно и не врать. Наивно. Я не играю, я так живу. Все, как есть, во сне и наиву. Я не играю и знаю, что ты. Отражение моей мечты не отпускай. А вот что вспоминает об Анжелике ее второй муж, тренер по тяжелой атлетике Валерий Безюк. Мы нашли его в Минске. Рассуждение о том, что, допустим, она была здесь никто, а стала там звездой, это бред полный. Потому что Беларусь, она была известной, популярной и довольно достаточно обеспеченной женщиной. Мне сказали, что она в Беларуси самая популярная исполнительница. Итак, знакомьтесь, встречайте, ее зовут Лика. Только ты, 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 ну, чему ты не со мной, ну, чему ты не со мною, ну, чему ты, милый мой, не со мной и не с другою. Она была известной женщиной. То есть у нас была Лика Ялинская, а Анжелика Гурбаш. И Лика Ялинская она стала не без моей помощи, хотя она об этом и не говорит. Я был инициатором ее ухода из Веросов и начало ее творчества как самостоятельно певицы было при мне. То есть и песни первые записывались, и альбомы, и клипы, все это было делалось при мне. Я назвала МИСМИС 88. Это солиды консамблями расы под керонистом населяра Ильжика Анжелика Ялинская. Ухожу на себя, не беру больше нежных словах, они всего лишь вода, а на свои, как ныне, голева дождя, темное небо кричит. У нее что было? Был такой черный деревянный чемодан, черная водолазка и черные брюки. Я какое-то пальто уже не помню. И 15 тысяч долларов долгов. Вот это я помню. Я сказала, не ходи, не ходи за мной. Я сказала, уходи, ходи домой. В Беларуси у меня была своя школа красоты, рекламно-продюсерский центр «Лика». Я вела свою передачу на телевидении. У меня был большой творческий коллектив. И, конечно же, я переехала в Москву замуж за мужчиной. Такая, как декабристка, да? И серьезная ошибка – то, что я реально доверилась мужчине и доверила ему все себя. Просто будь мужчиной, сильным, смелым, желательно богатым. О, как бы я хотела, просто будь мужчиной, а я буду слабой. Просто будь мужчиной, а я буду волновать тебя, любить тебя, послушная девочка твоя. Итак, Гурбаш официально развелась 27 августа 2012 года. И для многих это стало подкровенно шоком. Я еще видел влюбленную Анжелику и Николая 30 апреля 2012 года на дне рождения Филиппа Киркорова. Анжелика показывала мне бриллиантовое колье, которое на днях ей подарил Николай и клялся в любви и верности. Она говорит, для того, чтобы я от тебя не ушла, ты никогда не должен меня обижать. Я говорю, ты всегда должна меня слушаться. Она от тебя готова. Я говорю, давай поклянемся. И мы поклялись друг другу, она меня обманула. Это было 15-летие Муз-ТВ. Я не поехал, она поехала туда. И там она мне изменила. С кем? Ну вот, я думаю, с этим. Который был спонсором этого мероприятия. Вот. И когда она приехала туда, я совершенно ее не мог узнать. То, что пытается мой муж всех опять ввести в заблуждение для того, чтобы оправдать свои действия и свои поступки о том, что я якобы уходила к какому-то человеку, он какой-то бред несет, он реальный бред. Он в первую очередь он. И, конечно, все наши близкие, и друзья, и знакомые, и прислуга, и огромное количество людей знают, что не было никакого мужчин. Даже на горизонте не было. Я уходила в никуда. Я же сама виновата. Я позволила ему обидеть себя один раз, оскорбить второй раз, третий раз. Сразу мне показалось, ну, может быть, там какие-то проблемы на работе, может, там какие-то неурядицы. Я просто теряла себя, теряла, теряла, теряла. Потом пошли совсем бессовестные вещи, рукоприкладство. Я молчала, терпела, терпела, молчала, никто не понимал, говорит, почему я при всем благополучии у меня такие грустные глаза, и почему я такая вся хожу. Да, вот это натянутая лыгка у себя, потому что я приходила, а там с синяком подглазовала на спине, знаете, так, песня года, фантастическая, да, история. О, ты как орлица была на сцене, такая вдохновленная. Ну, конечно, у меня стилист замазал мне синяки два часа на спине, и мы закрывали их волосами потом. Роза на снегу, я не верила тебе, роза на снегу, будешь помнить обо мне, роза на снегу, я любила, а теперь, а теперь. Роза на снегу, я не верила тебе, роза на снегу, будешь помнить обо мне. Она говорит, что ее бил, говорит, ну, по лицу не бил, а то, что здесь синяк, когда я ее целовал, и у нее там эрогенные зоны, понимаешь, вот, от страсти я ей нацеловал целый синяк вот здесь вот на плече, и это в моем присутствии Шевчук я ей замазывал. Вот, она сейчас представляет, говорит, ну, бред, сумасшедший. Мой коллега один из коллег увидел, говорит, Анжелика, так жить нельзя. Я увидел ее, у нее потухший взгляд, и я говорю, что у тебя происходит? У меня такое впечатление, что у тебя все очень плохо. И мы, помню, отсоединились, сели за столик, и она мне сказала, да, я первый узнал, да, ты знаешь, у меня проблемы в семье. Меня сейчас все спрашивают, почему ты так долго терпела? Знаете, я вообще сама не понимаю, что происходило со мной, потому что у меня было такое ощущение, когда засыпаешь, и в какой-то дурной сон попадаешь, и понимаешь, что что-то не то, и надо просыпаться, надо что-то делать с этой жизнью, и с судьбой, и с собой, вот в таком состоянии я жила. Она, она в последний раз сказала, говорит, ну, по лицу он меня не бил, да, по песене только, по почкам. Ну, ее все били, и первый муж избивал, и я ее избивал с ее слов, ну, я гурбаш. Ну, а его можно тоже понять, я думаю, человек, который столько вложил в нее, наверное, не без причины. Все, что я говорю вам сейчас, это подкреплено даже документально, начиная от справок с больниц, многочисленных свидетелей. Она позвонила мне среди ночи и сказала мне, что она оказалась за воротами их дома, что Коля ее выгнал, что она в жутком состоянии, что она не может идти, что у нее что-то со спиной, и она умоляет меня, у нее нет ни копейки денег, она умоляет меня помочь ей с больницы. Пациентка Анжелика Агурбаш поступила к нам в тяжелом состоянии. Она получила травму в Москве, у нее был ушиб головы и затылочной области, множественные ушибы и повреждения мягких тканей, конечностей и туловища. Она у нас пролежала две недели. Я видела, что она в тяжелом состоянии, расстроенном, она с трудом говорила и с трудом общалась, отвечала на необходимые вопросы из анамнеза. Она вся была черная, все руки были черные, на ней не было ни одного живого места. Мне казалось, что она вообще, честно говоря, не выживет. Она была такая маленькая, такая худенькая, такая вот, она превратилась в какого-то вот, как ребенка Анжелика. И, честно говоря, она лежала под этими капельницами, вот две, представляете, капельницы на одной руке, капельницы на другой руке, и только вот такие слезы. Никакие богатства не стоят того, чтобы в сердце, в душе была боль и страх. И пусть течет река, и слез мои с тобою рядом. Сейчас мы сделаем еще одну короткую рекламу. Далее в нашей программе эксклюзив дневник Николая Гурбаша. Он делал его все эти годы, что он записал в тот день, когда они отметили год совместной жизни вместе с Анжеликой. Посмотрите, пусть говорят сегодня в центре внимания новые подробности скандального развода популярной певицы Анжелике Гурбаши и колбасного короля Николая Гурбаша. Они уже не вместе, но по-прежнему предъявляют счета к друг другу, которые обычно заканчиваются несколькими нулями. Он себя ввел в браке, и особенно после него, так, как будто я была не его законной женой, венчанной женой законной, а как будто я была какой-то содержанкой. Сказать мне, кто ты, никто, и я кормлю твоих детей. Я-то думала, я замуж выхожу. Я-то думала, я замужем. Я-то думала, что замужем ничего не делят. Общая семья, все общие, никто ничего не считает. Но потом, когда я пришла в зал суда и увидела, это не просто две бумажки, три, а горы документов и квитанций о потраченных суммах денег на меня. Там было все, вплоть до букетов цветов, которые мне дарились. Платье дарится на 8 марта, там от Валентины Едашкины чек. Ее адвокат говорит, что я даже, у меня даже были чеки на цветы и прочее, прочее. Понимаешь, как бред какой-то. Более трех миллионов долларов. Ну, за четыре года или за пять. Ее личные расходы, которые только она тратила, больше никто. А все остальное, что у нее есть, это я ей купил. Какая нормальная женщина в наше время с тримя детьми уйдет от роскошного, щедрого, доброго, любящего мужа? Это как надо было допечь вообще человека-женщину, чтобы, несмотря ни на что, она просто, не думая ни о чем, сбежала. Я 10 лет ей посвятил своей жизни. 10 лет. Я разработал структуру, систему продвижения ее на Запад. Она ни в чем не знала отказа. Все лучше было у нее. Она даже не успела просить, я уже это делал. Я хочу, чтобы человек просто по-мужски и перед законом ответил за каждое свое слово. За миллионы, которые на меня потрачены. Пусть покажет эти миллионы. И где он их взял? Пусть покажет в моей парке машине несметное богатство, которое я получила за 11 лет жизни. У Анжелики три машины свадьбы. У меня две. Я одну машину заказал на день свадьбы. Анжелики подарил в день свадьбы. Кабриолет ее. Она ездит с номерами Анжелика. Мне завидовали все невесты Москвы. Мы. Невесты уже стояли ждали. Она-то не знала, что ее ждет такого. Они уже увидели. И стояли все невесты ждали. Безумные суммы денег, которые я там тратила, и тратились на меня, и на мой, как он говорил, гребаный шоу-бизнес. Не, ну если я на Евровидении только затратил около 5 миллионов долларов, если Кремль обошелся мне 65 миллионов рублей. Ах, когда назад нашла, а муха денежку нашла, миллион. Карьера публичного человека – это не только песни, ротации, клипы. Это еще имидж, это еще статус, это еще одежда, это еще, ну, как бы, атрибуты гивы, которую мы создавали. Создавали гиву европейскую, не российскую даже, а европейскую. Пожелайте мне ни пуха, ни пера. Ни пуха, ни пера. Все. 19 мая. 10 часов вечера. Через 36 минут 18 секунд Анжелика выйдет на сцену. У нас в студии участница конкурса Евровидения 2005 от Республики Беларуси Анжелика Агурбаш. Добрый вечер, Анжелика. Добрый вечер. Мы все наслышаны о том, что вас лично патронировал Филипп Киркоров, был вашим продюсером. Такое огромное количество денег вложено, такое количество стран вы посетили, у вас потрясающий наряд, у вас лучшие стилисты, у вас песня, купленная у тех же певцов, которые победили, у вас голос, но вы даже не выходите в финал. В чем вы видите причину вот такого судейства? Не мне это решать, понимаете. Действительно, конкурс был очень странный в этом году, и голосование было воистину странным. Естественно, когда Беларусь не вошла в финал, это прежде всего для всех был шок. Не только для меня и для моей команды, но и для многих людей. Она реально не умеет петь. Она поет, как иностранка. Я сейчас это вижу. Она потеряла лучшего мужчину в своей жизни. И лучшую жизнь. Лучшего никогда ничего не будет. Никогда. Да, я это точно знаю. Я так скучаю по тебе, моя любовь. Я так жалею, что ушла моя любовь. Я оставляю для себя, мою любовь. Мою любовь. Сейчас Николай Гурбаш заявляет, что уже спустя год совместной жизни с Анжеликой он знал, что красавица-жена его использует. Он даже зачитал нам запись в своем дневнике, который ведет все эти годы, которая говорит об этом. Дата 31 августа 2003 года. Это почти 11 месяцев нашей совместной жизни. 11 месяцев. Мы еще не прожили год. Я сделал запись. Анжелика временная. Как только она станет мегазвездой, так и след ее простынет. За кажущейся простотой и периферийностью, она продуманная и целеустремленная. Я только мостик в ее карьере и жизни. И она меня кинет при первом удобном случае. Собственно, этот случай наступил после того, когда закончился Кремлевский дворец, и она меня просто послала. Пусть на веки будут с нами, сапог роз, что нес в тумане, и шаги твои, и слова любви, и гром признаний. Пусть весна все годы длится, а ночами будет... Шоу-бизнесом заниматься больше не хочу. Пусть весна с этих сладких слез на них... Основы продюсерства. Учебник. Надо идти вперед. К старому возврата больше нет. Если я поженюсь на какой-то женщине, то она должна быть, во всяком случае, в фертильном возрасте, с которой я смогу еще кого-то родить. Иначе раньше тогда жениться. Через две недели после расставания с Анжеликой, Николай уже отдыхал с новой пассией за границей. Это место пусто не бывает, да? Место безвозвратно ушедшей любимой певицы и жены. Быстро заняли. Оно, собственно, опустовало всего 15 дней. Через неделю, да, после того, как ушла, от него бросила любимая жена Анжелика. Он уже перевел в дом другую женщину. И тщательно ее скрывал. Абсолютно у нас нет разницы возрастной. Граница по возрасту стерта. У нас в правах сейчас уже второй месяц. Ни слуха, ни духа от него. С другой женщиной. Ну, она была ангелом. Почему? Потому что я ей говорил, а давай поехали, говорю, куда-нибудь съездим, там, в Сочи. Она говорит, ну, поехали. Я говорю, поехали в Турцию. Она говорит, ну, поехали. Вот. И так каждую неделю мы куда-то ездим. Как для любой нормальной женщины, семья – это самое важное. А самое главное – это муж. Это… А ты бы хотела замуж? Для себя, для уважающих женщин. Ты бы замуж хотела? Конечно, хотела бы. Ну, я не спрашиваю, за кого. Мы дякуемся. Молодым папой, молодой мамой. А вскоре средства массовой информации взрывает новость. Николай Гурбаш готовится стать отцом. И уже через несколько недель фотографии беременной Ольги появляются в газетах и глянцевых журналах. И еще одна новость. На днях на отдыхе в Италии Николай Гурбаш окрестил будущую мать своих детей. Прекрасный день 24 апреля 2013 года. Очень важный день крещения Хульги Викторовны. Хороший. Пойдете? Хороший. Спокойный. Да. В честь неба святерства на кресте Диагонстве крещается Роба Божия Ольга во имя Отца. Аминь. Событие это произошло. Церковь Святой Великомученицы Екатерины, великолепный наш батюшка благочинный всех церквей Италии, покрестил, стал нашим крестом. Великолепный наш батюшка благочинный всех церквей Италий. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В единственном экземпляре, я хочу, чтобы они отсчитывали тебе начало новой твоей христианской жизни. Такой клоунады таких спектаклей я не ожидала. Вот она, и мы ждём ребёночка. Первое время у меня был шок, ну, боже мой, что происходит. Можно говорить об адекватности человека, который гладит по животу беременную женщину, новую свою женщину, и говорит, «Анжелика, вернись ко мне, так тебя люблю». Я говорю, ты о чём говоришь? Ты уже давно живёшь с другой женщиной, вы ждёте ребёнка. Куда мне вернуться? Ну что, мне вернуться, чтобы воспитывать этого ребёнка ещё? Он говорит, нет, ты его воспитывать не будешь. Он будет расти сам по себе. В общем, кошмар. Он уже обезумел. И поверьте, не от любви ко мне, он обезумел. Сейчас мы сделаем ещё одну короткую рекламу. Далее в нашей программе. «Анжелики есть, что ответить Николаю». После рекламы она объявит о предстоящей свадьбе. Теперь и пусть говорят, сегодня в центре внимания новые скандальные подробности развода года. Популярная девица Анжелика Агурбаш и колбасный король Николай Агурбаш расстались. Сегодня новая пассия Николая. Ольга, бывшая управляющая банком, впервые даёт интервью и рассказывает о своих чувствах к своему супругу-миллионеру. На сегодняшний день мне 36 лет. Замужем я никогда не была. Детей у меня никогда не было. Мне поставили диагноз, что я не могу иметь детей. Это всё судьба. 25 мая я поехала знакомиться с вид-клиентом, поздравить его с днём рождения. И тем самым я 25 мая познакомилась с Николаем Георгиевичем. Он мне понравился, показался очень глубоким человеком. Я увидела, что он настолько интересный. И у него такая большая душа и большое сердце, большой ум, громадный ум. А это пришло не сразу, я влюбилась. Я влюбилась, а в него невозможно не влюбиться. У нас будет ребёнок. Он принёс вечером мне тест и сказал о том, что сделай, сходи. Я говорю, это невозможно, зачем ты мне принёс? Я говорю, тут всё хорошо, тут не может быть такого. Он говорит, сходи, сделай. Я сходила, сделала, принесла, у меня две полоски. У меня слёзы, я не знаю, что это такое. Я даже не знала, как на это реагировать. Он такой, ты беременна. У меня стоит срок, последняя неделя июня, первая неделя июля. Это божье чудо. У Николая Георгиевича 10 лет была сильная любовь. Я не претендую, невозможно второй раз полюбить так же. У меня будет верх счастья, когда я буду видеть его глаза счастливыми рядом с собой. Если его глаза могут испытывать и душа счастья рядом с другим человеком, мне будет это тоже приятно. Хоть мы и не женаты, хоть, может быть, особых чувств нет. Русская такая красота у неё, такая, я бы даже сказал бы, древнерусская, деревенская даже немножко. Мне нравится её чистота, мне нравится, как она улыбается, как она смеётся даже. Мне нравится, как она просыпается. Она очень добрая. Это лучший сексуальный партнёр в моей жизни. Я как бы со стороны на себя посмотрел, говорю, ну надо же как разворачиваться моя судьба. Любимая женщина, которая предаёт, уходит к другому, забирает моего сына, который обязан жить с отцом. Тем не менее, Бог посылает новую жизнь. Это всё моё. Сыну Анжелики и Николая Гурбаш Анастасу скоро 9 лет. Как он пережил расставание родителей? Ну что, мой хороший ребёнок. Этот мир для всех, для нас. В нём так много разных глаз. Чёрные и карьеры, добрые, как мамины. Ни один человек мне не сказал назад, весь этот период, ни один человек мне сказал, что я, почему я вот так вот ушла. Даже мои дети. И поэтому мы решили, что мы ничего не будем скрывать. Будет так, как будет. И, естественно, вот даже все заявления человека о том, что я не даю ему общаться с ребёнком, ссори. Я никогда дурного слова, вот, ребёнок-свидетель не сказал. Анастас, скажи, а ты папу давно видел? Давно. Очень. Последняя встреча, это было ужасно. Мы сказали, съешь ты всё своё богатство. Когда он очередной раз пытался лишить его наследства, говорит, нас уже и так всего лишил. Это мой пятый ребёночек. Привет, папа. Анастасия? Нет, это что-то в другую сторону куда-то. Ну, дайте люлю этого мальчика, просто не могу. Он, как я, копия. Мама мне сказала, говорит, Коля, оставь ты их в покое. Я говорю, как, я Анастаса оставить? Да, это оставь. Я говорю, почему? Если ты ему понадобишься, он тебя найдёт. А если нет, и бог с ним, пусть живёт. Я говорю, мама, а как, говорю, его же надо вырастить. Как я могу его бросить? Я же отец. А, говорит, а её два вот этих предшествующих ребёнка, они выросли? Я говорю, да, выросли. Ну, это, я говорю, я их воспитал. А она говорит, ну, найдётся ещё кто-то, который твоего воспитает. Ребёнок в курсе всех событий. Ребёнок в курсе всего, что происходит. Ребёнок в курсе всех действий отца. Он тоже знает, что мы в этой квартире живём на птичьих правах. Ну, а как иначе? Нормально. И мы нормально себя чувствуем. Нормально? Заработаем сами, да? Ну, конечно, скучает. Но скучает? Нет. Нет, скучает ребёнок. Я злюсь. На право очень сильно злюсь. Друзья мои, он даже этот маленький мальчик понимает, что это всё бесполезно. Самое лучшее, что мы можем сделать, и самое лучшее, что я сделала, я забыла, я отрезала прошлую жизнь. Дети мои со мной, мамочка моя любимая. Слава Богу. Здорово, мы выиграли Великую Отечественную, потому что часть ударов, конечно, она приняла. Я буду жить для тебя, обещаю, над пропастью по краю. Я тебя проведу, дай мне руку, я буду с тобой. Я буду жить для тебя, слышишь, вечно, с моей любовью бесконечной. Я спасу нас твои, ангел мой, ангел мой. Ну что, я хочу сказать тебе, Анжелика, мы уже никогда не будем вместе. Ну я готов с тобой дружить, готов воспитывать Анастаса. Я его очень сильно люблю. Дверь моя открыта. Каждое воскресенье я тебя и Анастаса жду в гости. На семейный праздник, папин день, я больше не смогу любить больше никого. Не смогу. Ни одна женщина, которая жила со мной, второй раз замуж не вышла. Ни одна. Анжелике есть тоже, чем ответить Николаю в сегодняшнем эфире. Она поделилась с нами подробностями и тайными своей частной жизни. И, похоже, свадьба не за горами. Я рада, что у меня теперь все новое. Новая жизнь, новая судьба и новая любовь. Но свадьба обязательно будет. Спасибо Коле Баскову, которая рассказала об этом на всю страну. Я очень надеюсь, что если все состоится, я буду вести следующую ее свадьбу. Жених есть. Он самый настоящий. Отношения у нас самые настоящие. Самое потрясающее, что мой жених наполовину белорус. Мне папа белорус, мама русская. Мужчина, который рядом со мной сейчас, уважаемый, солидный, достойный. И ему абсолютно не нужна публичность, ему не нужен пиар. А на свадьбу, на свадьбу обещаю. Я вас обязательно приглашу. Спасибо, Анжелика. С удовольствием приму твое приглашение на свадьбу. Надеюсь, что этот брак будет долгим, счастливым. И даст тебе вдохновение для написания новых популярных песен, которых мы от тебя ждем. Ну а сегодняшнюю программу хочу завершить песню в исполнении Анжелики Акрубас, «Моей любимой», которая была написана в эпоху романа с Николаем. Но, думаю, как нельзя лучше отражает суть всех отношений между мужчиной и женщиной. «Роза на снегу». Береги тебя и свои близкие. Хорошего вечера. Спасибо. Роза на снегу. Я любила, но прошу, а теперь забыла о тебе. Это обложка американского журнала «Нью-Йорк Мэгазин». Пару лет назад шокировало мировое сообщество. На откровенном фото беременная женщина в возрасте явно за 50. Звезды мировой сцены и кинематографа много лет своим примером доказывали, стать мамой после 40 можно. Однако сегодня позднее материнство – это уже не только удел звезд. Розовчанка Елена Гнырина нянчила внука от старшей дочери. Когда в 50 лет женщина узнала, что беременна, всей семьей приняли решение ребенку быть. Я дала слово, что я не буду никогда аборты делать, что буду рожать. Но Бог мне тут дает в таком возрасте. Вы знаете, это для меня было, конечно... Я была в шоке, я не знала, что делать. А жительница Павлограда, Анне Шульге, 58. Когда ее дочь Ирина узнала, что не сможет иметь детей, Анна Николаевна мужественно приняла решение повернуть время вспять. Попреки всеобщему осуждению, она в 55 лет выносила и родила для любимой дочери долгожданных сыновей. У меня живучи было, он по самой коленке был. Они же родились 2800 и 300. Пол срока я лежала, я уже не могла встать. В нашем следующем эфире можно ли обмануть природу и повернуть биологические часы вспять? Поздние роды. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok